Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В российское правительство поступило предложение официально запретить движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности по пешеходным переходам Речь идет как о регулируемых переходах, так и о нерегулируемых То есть электросамокатчики будут иметь право наряду с другими пешеходами идти по зебре пешком, а вот ехать нет Правда, возникает большой вопрос, кто и как будет следить за исполнением данного требования Для средств индивидуальной мобильности, как известно, регистрационные знаки не предусмотрены Трасса 101 Несмотря на сложные финансовые времена, в России растет спрос на поддержанные кроссоверы и внедорожники В августе этого года, в сравнении с тем же месяцем 2021-го, он увеличился на 26%, информирует агентство «Автостат» Продажи новых машин, между тем, рухнули на 63% Самым популярным внедорожником на вторичном рынке остается «Лада Нива» Она существенно опережает своего ближайшего конкурента «Шевроле Нива» На третьем месте находится гораздо более дорогой представитель сегмента Toyota RAV4 Также в первую пятерку входят Toyota Land Cruiser и Kia Sportage Трасса 101 Волжский автозавод разрешил своим дилерам торговать китайскими автомобилями Ранее в салонах «Лада» были замечены модели таких брендов, как «Черри», «ФАФ» и «Донгфенг» Данную меру руководство «АвтоВАЗа» называет «вынужденной» Выбор автомобилей из «Тольятти» сократился Чтобы не остаться без клиентов, автосалонам потребовалась помощь извне Однако перед дилерами поставлено условие Продажа китайцев не должна стать приоритетным направлением Реализация «Лады» – задача номер один Трасса 101 А дилеры Ульяновского автозавода начали продавать упрощенную версию Внедорожника «Патриот» без подушки безопасности и антиблокировочной системы тормозов Кроме того, машина лишилась хромированной решетки радиатора Мотор остался прежним 150-сильным, объемом 2,7 литра По данным издания «АвтоНьюз» В салонах цены на такую версию с механической коробкой передач Стартуют с отметки 1 миллион 565 тысяч рублей На сайте производителя указана другая цифра – 1 миллион 112 тысяч Трасса 101 В подмосковном Долгопрудном появился экспериментальный дорожный знак Выглядит он, как знак «Стоянка запрещена», только с надписью «высадил» и «уехал» Установили его возле одного из учебных заведений, дабы привлечь внимание к распространенной проблеме Заключается она в том, что многие родители-автомобилисты, привозя детей на учебу или увозя с нее, подолгу стоят в неположенном месте Надпись должна заставить их действовать быстрее Местные чиновники заявили, что никакой юридической силы знак, разумеется, не имеет На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101» До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok